Добрый вечер дорогие телезрители, в эфире национального телевидения программа «Народный контроль», которую веду я, Дмитрий Аргунов. Прошу прощения, что в день российской науки здесь в нашей студии не собрались представители высшей науки, хотя часть из наших сегодняшних гостей можно смело причислять представителям науки. Но сегодня речь мы будем вести о другом. Каждый из нас вправе контролировать те или иные аспекты, которые оказывают. Услуги, к примеру, как будут оштукатурены стены новостройки, в которой мы приобрели квартиру, или как будет обслуживаться наш автомобиль в том сервисе, куда мы волею судеб загнали своего железного коня и тому подобное. И повод для этого есть очень хороший. Дело в том, что через неделю, 15 февраля, начинается региональный чемпионат по WorldSkills, который в последнее время становится своеобразным индикатором качества профессиональной подготовки молодых и не только специалистов. Об этом программе «Народный контроль». Мы начинаем. Еще раз добрый вечер всем гостям. Давайте начнем с таких идеологических моментов. Все мы, по крайней мере, я, да, мне под 50, и я привык считать, что выпускник среднего специального учреждения, образовательного учреждения, это, ну, мягко говоря, второй сорт. Мягко говоря, да, человек, которому не дали попасть в высшее учебное заведение и так далее, или который, возможно, использует среднее профессиональное учебное заведение как трамплин для получения высшего образования. Давайте общими усилиями, разубедите меня в обратном, что это нынче, в 2018 году, совсем не так. Кто начнет? Давайте я начну. Да. Добрый вечер. Васильева Валентина. Значит, до недавнего времени, пожалуй, наверное, мы все так думали, что система СПО, это лицеи, это колледжи, это ПТУ, да, может быть, это не настолько интересно, и, в общем-то, тот, кто действительно в вузы не поступил, может потом пойти и поступить, да, в колледже. Знаете, поделюсь собственным опытом. Когда у меня встал вопрос, заниматься ли мне тем, чем я сейчас занимаюсь, да, я очень долго сомневалась, но, в общем-то, у меня был звонок от моего большого друга, от моего гуру, можно сказать, да, и он мне дал один простой совет. Открыть один сайт и посмотреть задачи и миссии, те, которые мне предстояло выполнить. Что, собственно говоря, я и сделала. Через пару дней я, собственно говоря, приняла решение, и вот сейчас вот я здесь, с той функцией, да, с той миссией, с которой я сегодня осуществляю свои функции. Мое учреждение на сегодняшний день занимается несколькими направлениями чемпионатов профессионального мастерства. Что такое чемпионат профессионального мастерства? Это специально смоделированная производственная ситуация на конкурсной площадке, где профессиональные навыки и умения конкурсантов оценивают специальные люди, эксперты, экспертное сообщество. При этом эти чемпионаты могут очень легко посмотреть те люди, которые, в общем-то, входят в ту группу, которую нужно профориентировать. На чемпионатных площадках очень легко посмотреть, ну, если особые требования, нельзя заходить конкурсантам, да, но, тем не менее, очень легко посмотреть то, чем предстоит заниматься будущему профессионалу, когда вот он закончит СПО, когда он уже вступится в свою взрослую жизнь. Вот. И чем отличаются еще чемпионаты профессионального мастерства? Это очень... Ну, в этом вопросе я хочу сказать, что наши специальности медицинские, они очень востребованы. Последние годы изменения в здравоохранении, в целом последние годы, лучшую сторону, и модернизация, и программа здоровья, они дают свои плоды, поэтому есть востребованность в этой специальности. Последние годы, хочу сказать, и увеличение зарплаты, тоже хороший стимул. Но насчет наших специалистов, которые мы готовим, я хочу сказать, что у нас большой конкурс. Значит, это говорит о том, что востребованность специальности... Какой конкурс? 10 человек на одно место. 10 человек на одно место? 10 человек на одно место. Второе, у нас обучается на сегодня 90 студентов, окончившие высшие учебные заведения. В смысле, они после вуза пришли получать средние специальные образования? Специальность противовесы тому, которые только что вы сказали. И второе, хочу сказать, что наши специальности сейчас готовы мы ближе к рабочему месту. То есть не отходя, открывая филиалы благодаря министерству и правительству, мы открываем филиалы, и поэтому студенты готовятся на своих будущих рабочих местах. Поэтому они тоже полноценные работниками выходят. Поэтому я не согласен, то есть, что второй... Отлично, хорошо. И, да... Давайте не будем забывать о том, что система среднего профессионального образования в целом на сегодняшний день находится на стадии модернизации. Есть программа модернизации, есть указы Владимира Владимировича Путина, согласно которым... Ну, согласно которым, система СПО кардинально меняется. Об этом говорят введение федеральных государственных образовательных стандартов, разворот работодателей и нас обратно навстречу друг другу. В связи с чем вообще все вот эти изменения-то и начались, что у нас произошел разрыв между работодателями и образовательными учреждениями. На сегодняшний день эта ситуация меняется. Федеральные государственные образовательные стандарты сейчас предусматривают как раз так называемый топ-50 профессий, которые наиболее востребованы на рынке труда в республике. И, согласно вот этому топ-50, как раз мы предъявляем к нашим студентам и преподавателям, естественно, повышенные требования по подготовке, по уровню подготовки будущих специалистов. Ну, естественно, мы очень много работаем над имиджем наших профессий, наших специальностей. В защиту, вернее, противовес тому, что я сам произнес, да, то, что всегда считалось вторым сортом и так далее. Ситуация была такая. А когда пошла определенная волна, скажем так, выезда наших соотечественных за границу и трудоустройства, да, многие дипломы высших учебных заведений там попросту не принимались, да. При этом были очень востребованы специалисты конкретных профессий. Да, так и есть. Электрики, специалисты по коммуникациям, специалисты по строительству и так далее, и так далее. Всегда была такая система. Ну, я так думаю, что во многом подготовка профессионала, профессиональная подготовка, вернее, средняя профессиональная подготовка у нас в стране и там. Наравне, можно сказать. Они во многом роднятся, наверное. Да, вот поэтому и они не меняются. Одни идеи. И я так думаю, что WorldSkills, это все-таки, название-то какое, да, WorldSkills? Ну, здесь хочу сказать, что оно способствует развитию образовательных учреждений. Мы 14-е годы участвуем. Последние годы, благодаря отборочной региональной и зональной наших проведения конкурс-чемпионатов, мы оснастили свои учебные классы лабораторий, которые сейчас мы в этой базе проводим все эти чемпионаты. А финансируемые все это получили за счет нашего правительства, благодаря проведению WorldSkills. И это WorldSkills дает студентам мотивированно соревновательный характер учебе, чтобы кому быть лучше. Потому что тот человек, который побеждает, может идти, благодаря всем положениям, которые в WorldSkills, выше до мирового чемпионата могут, как нынче показали наши студенты республики Саха-Якутия. То есть здесь у любого студента среднепропорциональное образование есть не, как вы говорите, не останавливаться на месте. Есть по этому идти. Второе, хочу сказать, высшее учебное заведение. У нас среднепропорциональная организация окончившаяся студенты по желанию поступают в высшее учебное заведение без ЕГЭ. Они готовятся у нас, согласно договоренности с Северо-Восточным федеральным университетом. Лайфхак такой, да? Да, 41 человек поступили. Это будущие врачи, мотивированные уже. Подготовленные. Да, подготовленные. Базовую подготовку уже. И сейчас на качество, которое вы сказали, я хочу сказать, сейчас, оно прозрачно, как бы коллега сказал. Вся работодатель, они корректируют наши рабочие программы. Что учить? Сейчас требование, новый ПГОС требует, чтобы мы учили согласно требованию пропорционального стандарта. Чтобы не просто так, как знали, а чтобы у них было много компетенций и умений, чтобы они умели. Чтобы на рабочем месте у них не возникало никаких, скажем так, проблем. Ну, адаптации. Да, раньше же говорили, давайте вы то, что учебное заведение учили, забываем, берем отвертку и начинаем все заново. Да. Примерно такая ситуация была. Кстати, республика по, именно по этому индикатору, возможно, по взаимоотношениям с работодателями, занимает одно из лидирующих положений в системе профессиональной подготовки. У нас складывается очень хорошее, скажем так, я не знаю, горизонтальное, а не вертикальное. Во все стороны. Ученик-работодатель, да, получается. Давайте на примере, на живом примере ваших студентов. Вы уже начали, вернее, знакомы со своим, скажем так, будущим работодателем? Ну, именно с тем, как работодателем, ну, лично мы не знакомы, просто во время, допустим, чемпионатов, которые проходят по всей стране, приходит очень много людей, в том числе работодатели, которые смотрят и оценивают, ну, то, что ты умеешь. И они уже могут тогда, ну, предложить, допустим, тебе поработать у них или пройти практику у них. И, Алена, на самом деле феномен, да? Представитель династии коммунального хозяйства, да? Получается так. Мастеров, да, коммунального хозяйства. Наверное, многим удивляются, когда слышат, что вас готовят именно стать профессионалом в сфере коммунального хозяйства. Ну, да, конечно, много удивлений, то, что девушкой занимается столь мужской работой. Но, мне кажется, ничего сложного нет. Можно достичь любых успехов, даже и в мужской профессии более сложной. Да, у меня династия. Но я думаю, то, что в дальнейшем это будет развиваться еще больше. То есть не только я, я только начало, которое уже дает стимул другим людям, другим также девушкам стремиться и работать по такой специальности. Вы вот двое, да? А что лично для вас, что лично вам дало участие на чемпионатах? Давайте. Дам их первее, наверное. Ну, это же, конечно, также теоретические знания, которые практика дает намного больше. Это самое главное, мне кажется, для любых студентов в СПО практика это самое главное. Это новое знакомство, новое общение. Также можно, как сказал Алексей, познакомиться с будущими работодателями, которые уже в дальнейшем помогут устроиться на хорошую работу, достичь должность, достичь, можно карьерный рост подняться. Ну, WorldSkills это дает нам учиться чему-то новому. Это новое оборудование, это новые технологии, новые стандарты. В нашем техникуме мы также готовимся по этим стандартам. И наши выпускники в дальнейшем это специалисты уже с хорошим уровнем подготовки. Я думаю, что Алена озвучила общее мнение, просто к Алексею у меня будет немножко другое. Как ты думаешь, база техникум, она позволяет выдерживать конкуренцию с такими? Да, позволяет. Позволяет? Я же попал в сборную, в расширенную став национальной сборной России. Главное, чтобы было желание и цель. Как мои наставники говорят, что ставишь перед собой цель и при этом техникум предоставляете материалы, оборудование, на котором можно тренироваться, которое абсолютно такое же, какое на мере в чемпионатах. То есть прямо с техникума можно попасть на финал, а с финала попасть на мир. Вы как спортсмены говорите, профессиональные. Валентина, все-таки давайте немножко статистики. Сколько сейчас ребят охвачены движением WorldSkills и не превращается ли это в спорт? Давайте я отвечу. Движение WorldSkills у нас с 2013 года началось. Мы начинали по шести компетенциям соревнования, всего лишь по шести компетенциям, а уже в этом году по 65 компетенциям проводим чемпионат. Это огромный скачок и можно сказать, что движением WorldSkills охвачены все студенты профессиональных образовательных организаций республики. То есть получается, у нас чемпионат наш региональный, который будет 16-20 февраля, это всего лишь финальный этап нашего региона. Но до этого проводятся отборочные соревнования внутри колледжей, после этого проводятся учебно-тренировочные сборы, в рамках которого мы охватываем очень многое количество студентов. И по WorldSkills еще хотел сказать, на самом деле все думают, что движение WorldSkills это только чемпионаты. На самом деле чемпионаты это только вершина, вершина, где могут участвовать только единицы. А на самом деле движение WorldSkills еще включает в себя демонстрационные экзамены по стандартам WorldSkills. Мы же говорим насчет, есть такое понятие индикатор, мы хотим проверить наших студентов, насколько они соответствуют мировым стандартам. Вот именно это мы узнаем через демонстрационный экзамен. Ну, проще говоря, школьники сдают ЕГЭ, а у нас есть демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills. Он, правда, пока только внедряется, и в прошлом году мы проводили только среди восьми компетенций. Но в этом году мы увеличиваем, и скоро, очень скоро, все образовательные учреждения будут вставать по стандартам WorldSkills. Да, я хотел бы вам вопрос задать. Когда вы заканчивали медицинский институт, вам же не давали возможность демонстрации своих знаний? Это когда мы высшее учебное заведение заканчиваем, у нас чисто теоретическая какая-то... Да, чисто теоретическая. Но здесь хочу сказать, вот по вашему перед этим вопросу, да, сейчас постановление правительства вышло о том, что у закрепления министерств. Поэтому министерства очень заинтересованы среднепропорциональным образованием. В нашем месте министерия, мы закреплены министерством здравоохранения, у нас имеется распределение выпускников по тем местам, где они востребованы. Поэтому мы сейчас достигаем 96% конкурсов наших выпускников. Нынче у нас заканчивается 414. Еще здесь работодатели заинтересованы в том WorldSkills, да, потому что они являются экспертами. При проведении вот конкурсов мы не входим в это, входят те, которые прошли обучение, которые знают не только вопросы своей повседневной работы, но те, которые еще знают образовательный процесс всего. И когда студент приходит к ним, они уже, когда они стоят как эксперты, работодатели как эксперт, представители работодателя, и они смотрят уже как будущие специалисты, как уже вот состоявшиеся специалисты. Они никакие повадки, какие-то снисхождения не дают молодым людям. Поэтому здесь взаимодействие это учебное заведение и работодатели. Например, в нашей программе, которая учебная, мы в первом курсе работодателем работают, практикой проводят наши учебные планы 36%, в втором курсе 67%, а в последнем курсе около 90% всей учебы проходит у работодателя, то есть наших базовых этих учреждений. Поэтому взаимосвязь есть. На самом деле, в первую очередь, я считаю, это выгодно работодателю именно, потому что он не кота в мешке, пардон, покупает, в конце концов, да, то есть приглашая будущего специалиста к себе, а уже как бы в условиях максимально приближенных к производственным уже делает свои оценки, уже по своей системе, по своим каким-то критериям и так далее, что позволяет ему, ну, как-то грамотнее, что ли, расставлять трудовые ресурсы. Ну, идем мы еще дальше, потому что вот WorldSkills дал начинание, начало, мы сейчас начинаем реализовывать дуальную форму обучения. В свое время Германия позаимствовала в Советском Союзе дуальную форму обучения, а мы сейчас ее, как говорится, возвращаем. То есть это обучение, которое производится на базе предприятия, работодателя. Вот то, что вот Дмитрий Афанасьевич сказал, у него очень активно это развито, у нас несколько образовательных учреждений плотно уже этим давно занимаются, ну, а в сфере строительства есть особенные особенности, и поэтому на сегодняшний день, ну, и сезонность, и допуски к работам, ну, безопасность промышленная, вы понимаете, да, поэтому мы вот сейчас вот совместно с работодателями разработали уже примерные учебные планы, программы, чтобы ребята именно по определенным профессиям и компетенциям смогли учиться прямо вот на предприятии, на живом объекте. То есть у них уже будет понимание ответственности за ошибки и, соответственно, уровень своей квалификации уже они получают. Своими выступлениями в первой части наши гости, ну, по крайней мере, дали понять мне, как человеку стороннему, что знакомые из фильмов 90-х годов, да, среднее профессиональное учебное заведение, это не унылое место, по крайней мере, они сейчас на гребне волны, они востребованы, они на слуху, они, как это говорится, в тренде, мировом тренде причем, да, то есть, еще раз говорю, вот это никто не отменял, что иногда бывает такое, что, давайте сравним, средняя зарплата начинающего финансиста порядка 25 тысяч, да, средняя зарплата, скажем так, промышленных предприятий, бульдозериста того же, ну, возьмем пример, да, бульдозериста, грохотовщика, от 50, то есть, если работодатель уже, как бы, участвует в выпускных экзаменах и так далее, и он уже, основываясь на своих критериях, готов предложить 50 тысяч, сравнить стартовые 25 финансиста, да, с высшим образованием, и бульдозериста вот эти 50 тысяч, то это уже очень хорошее, поэтому во второй части мы еще о более интересных вещах поговорим, которые присущи профессиональной подготовке в нашей республике. Увидимся. Я вспомню таки, что я политический обозреватель, и все возвращаюсь к таким идеологическим моментам, да, дело в том, что очень многое, когда вот человеку лет 18, и он стоит перед таким широким выбором, да, будущей профессии, очень многое зависит, на самом деле, от родителей, от родителей, вот, будущих наших профессионалов, которые, еще раз, те времена, когда мечтой якутянина, золотой мечтой взрослого, имеющего детей якутянина, было такое, я хочу дать детям достойное образование, там, и так далее. Достойное не всегда означает, что выше. Получается так. Да. При том, скажем, кризисе высшей учебной системы, да, который, к сожалению, мы все имеем честь наблюдать, на самом деле, тут есть такое еще внутреннее убеждение. Очень многое зависит от родителей, и все мы, жители нашего края, нашей республики, когда мы ругаем вот предприятия нашей республики, да, когда мы занижаем, возможно, их какой-то реноме и так далее, мы поступаем не очень мудро. Когда мы говорим, что, а, это наш местный колледж, да, или что-то типа такого, с пренебрежением, говорю, мы тоже поступаем не слишком мудро, потому что там работают люди, которые жизнь отдали на то, чтобы готовить профессионалов. Там, я не знаю, возможно, работает, учится, вернее, тот врач, который вашему ребенку жизнь спасет, да. Сколько в республике, достаточно кратко, фельдшерско-акушерских пунктов по сравнению с больницами? Какой процент они? Ну, больше они, чем больницы. Папа больше, да? Да, больше, больше. Но здесь хочу сказать, что вот это, который вы задали вопрос, все-таки нынешняя молодежь, она очень умная, очень хорошо думает, грамотная, эрудированная, в том плане, что они хотят быстро сделать, ну, свою жизнь независимой. Поэтому вот среднепропорциональное это образование, если они получают, они через три года могут воочию уже видеть свой итог своей работы и сделать независимым быть в том плане, что финансово и в другом плане, и устроить свою жизнь. Поэтому, когда даже они поступают выше в учебное заведение после СПО, после СПО, они могут себя, как семью свою, сохранить и кормить могут. Поэтому сейчас молодежь очень хорошо в этом плане думает. И сейчас требование жизни такое стало, что, ну, экономические точки зрения, что люди видят, что надо работать, потому что как-то семью все это поднять. Поэтому молодежь сейчас очень хорошо и обдуманно поступает, не говоря, как вы говорили, что о том, что специальность средняя или ниже, или выше. Они говорят, что оно востребовано. Сейчас она имеет огромную роль, что мне, как личности студент думает, чтобы решить все проблемы экономические и все остальное. И семейные. Дмитрий Иванович, вы говорите, что не только молодежь, скажем так, поступает мудро, да? Да. Любопытный факт. Есть в Якутском медицинском колледже студенты, которые под 60 лет. Вот представители индустриального техникума говорят, что и 45-летние. Учиться на самом деле никогда не поздно. Учиться чему-то новому, чему-то... Если я осознаю в свои 50 лет, что конкретная какая-то определенная профессия, допустим, электрика, она мне будет приносить большую выгоду, больше будет востребована и так далее, я абсолютно спокойно готов пойти, предоставить документы, поступить в среднее специальное учебное заведение. Абсолютно спокойно, да? И это, я так думаю, что в наше время оно абсолютно не имеет значения. Причем ЕГЭ вам сдавать не нужно по закону об образовании. Среднепрофессиональное образование является доступным. И, естественно, достаточно предоставить аттестат об 11 классах или об 9, если у вас таковое, и вы уже на основании вашего аттестата зачисляетесь. Ну, при наличии, конечно, мест, бывает такое, что не хватает мест, поэтому конкурс получается, да, вот Дмитрий Афанасьевич вынужден объявляться конкурс. А так, по среднему баллу аттестата, согласно закону, вы имеете право поступить. Ряд небольшой цифр, да. Прошлый год, по-моему, 6,5 тысяч учебных мест, при этом подано заявлений 23 тысячи. Это по республике. Да, наибольший конкурс. Наибольший конкурс, да. То есть в три с лишним раза превышает, скажем так, возможность, которую предоставляет учреждение средней профессиональной подготовки. Республики, да. Республики. При этом система, она не стагнирует профессиональной подготовки. Развиваемся. И сколько там новых специальностей было? 26 новых специальностей, которые, ну, наверное же тоже умные люди сидят и думают, вот эта вот специальность будет востребована, поэтому давайте назначим. Мы подготовим там мастеров, преподавателей, которые вполне могут иметь возможность готовить по этой специальности. Много объективных факторов таких, которые, ну, говорят, у нас не отмирает вот это среднее профессиональное образование. И на самом деле можно сказать, что она переживает начало взлета, определенного взлета. Вот, товарищи, а что можно сделать лучше? Что можно сделать для того, чтобы стало еще кайфовее и вам, и молодым, и не только людям, которые приходят в средние учебные заведения? Ну, вообще много работы впереди, да, у образовательных учреждений, потому что вот скажу, что требования, значит, федеральных государственных образовательных стандартов, они постоянно повышаются. И образовательным учреждениям необходимо, как говорится, держать ухо в астро и постоянно модернизировать и обновлять материально-техническую базу, расширяться. То есть здесь стоять на месте просто не получится. Потому что, еще раз возвращусь к модернизации, да, системы профессионального образования и скажу о том, что впереди очень много точек, к которым нужно идти. Это обновление материальной базы, модернизация также. Она постоянно будет меняться, потому что стандарты все время поднимают планку выше. И, естественно, нам к этому нужно стремиться. Но не для того, чтобы сделать чемпионов, а для того, чтобы сделать, выпустить, подготовить специалистов, которые могут думать своей головой, решать задачи, потому что чемпионат – это своеобразная встряска, да, и отборочные соревнования тоже, когда ребенок зачастую решает такие вопросы, и у него включается мозг, соображалка, если можно так выразиться. Он начинает думать самостоятельно, он начинает искать пути выхода из этой ситуации, причем никто ему там помочь не может. И так же происходит вот в образовательном процессе учебном. Вы знаете, как любой такой достаточно желчный 50-летний человек, я был склонен думать, что движение WorldSkills – это определенная такая яркая неоновая вывеска, за которой скрывается, может быть, такое достаточно в упадке находящееся положение дел, да? Именно они дают мне, вот скептику, убеждение в том, что это не так. Это не так. Это не так. Еще раз давайте, Дмитрий Фанасьевич. Я хочу сказать следующее, что вот только что сказали, что требования жизни, что, например, медицины, сегодня которые оборудованы, просто утрированно говорю, сегодня использовали, ну, скажем, 10 лет оборудования, уже в жизни оно не реализуется. Поэтому в своем министерстве, когда разговор состоялся у нас в министерстве, я говорю, вот вам каких специалистов надо готовить? 21 века? Они говорят, да. Ну тогда должно быть образовательное учреждение, оборудование 22 века. Потому что вперед должны готовить, чтобы пока они учатся, потому что тема развития производства, эта промышленность очень высокая, у нас неплохое, но оно очень высокое, и оно все равно надо менять, менять заставляет, потому что сейчас те, которые оборудованы, ну, до этого мы даже не знали, что УЗИ есть, да, к примеру. Сейчас оно есть, сейчас должны уже готовить. И поэтому мы сейчас вышеточные, сейчас пошли. Мы их должны учить, сейчас студенты. То есть качество. То есть это говорит о том, что мы от количества сейчас идем уже к качеству. Можно добавить? Да, конечно. Можно безможно. Да, про движение WorldSkills. Движение WorldSkills, оно же зародилось, на самом деле, в 20 веке, в мире. Но в России оно появилось в 21 веке. Вот почему, да, спрос рождает предложение. Именно сейчас у нас промышленность, производство, ну, испытывает подъем. Им нужны высококвалифицированные кадры, потому что идет вся автоматизация, роботы, вот все эти высокотехнологичные производства у нас начинаются. А им нужны очень большие высококвалифицированные кадры. И как это все сделать быстро и моментально? Но это никак не получится, чтобы всю систему эту, которая вот с 90-х годов сидела, мы еще говорили про тренд, что ребенка все отдают в высшее учебное заведение. Вот как этот тренд пережить? Для этого нужно вот это яркое движение WorldSkills. WorldSkills не вывеска, не занавес, а WorldSkills это драйвер. Драйвер для того, чтобы тянуть за собой среднее профобразование. Именно WorldSkills сейчас нам говорит, мы говорим, что стандарты. А что такое стандарты? Это стандарт требования, который говорит, вот такое должно быть оборудование, чтобы в час оно выпускало наибольшее количество продукции. Вот такой должен быть эксперт, чтобы он готовил наиболее хорошего работника. И вот таким должен быть участник, чтобы он был большим, хорошим профессионалом. К WorldSkills у меня больше нет вопросов. Я на самом деле отлично понимаю, что это хороший инструмент повышения престижа рабочих профессий. Не только повышение. Еще хотя WorldSkills является еще проориентационной работой. Когда вот такие чемпионаты масштабные, хорошие проводят, когда видят ровесник своего ровесника, который после 9 класса такие чудо мероприятия делает, или ювелирному делу, или другому, даже к хлебопечению. И этот ребенок уже сам зарождается, хочет. То есть это ворска хорошую мотивацию делает будущему нашему СПО, или даже специалисту. В чем еще не пришедший, пока еще представитель молодежи, не пришедший и в движение WorldSkills, и вообще в среднее профессиональное образование молодой человек, может позавидовать учащемуся либо вашего учреждения, либо любого другого обучающегося в системе профессиональной подготовки? Ну, во-первых, на том... Какие плюшки? А, плюшки. Ну, во-первых, как сказал Дмитрий Афанасьевич, да, наши студенты умеют владеть таким оборудованием, да, которым зачастую некоторые работодатели еще не владеют. То есть мы на сегодняшний день даже немножечко вперед работодателей шагаем в некоторых вопросах. Не хочу сказать в целом, да, и чтобы не обидеть работодателей, но в целом это так. И поэтому, когда вот дети видят, что умеет другой человек, какие перспективы перед ним открываются, тогда он начинает понимать приоритеты и расставлять для себя приоритеты неправильно. Поэтому он не то чтобы завидует, он видит, какие перспективы могут открыться. Потому что он действительно приходит, он видит, мы это везде показываем, мы везде об этом рассказываем. Поэтому даже вот когда мы базы свои материально-технические размещаем на сайтах, все это видно. И сейчас молодежь, она вся интерактивная, они все в сайтах, они там как у себя дома, поэтому они всю информацию берут там. А материально-техническую базу мы показываем так, какие у нас станки, какое у нас оборудование, как себя чувствуют студенты, то есть полностью. И они именно это там и видят сейчас, наши будущие, так скажем, студенты. Как налажена жизнь вне образовательного процесса? Вне образовательного процесса. На примере вашего, да. Ну, у нас, во-первых, работает огромное количество кружков, спортивных секций. Студенты наши, кстати, вот на сегодняшний день выпустили из кружка художественной ковки три великолепных изделия, которые вот мы будем в скверы, да. Далее они занимаются проектированием. Наше образовательное учреждение приняло участие в конкурсе. Не учебное заведение, а студенты, активная группа студентов и преподавателей в конкурсе «Народный бюджет». И благодаря этому в управе промышленного округа появился сквер отдыха и занятий, да. Поэтому, ребят, нет времени гулять. Потому что какая-то часть занимается вот кружками, какая-то часть занимается спортом, причем очень активно. А какая-то часть ребят занимаются учебой и погружаются более-более глубоко, вгрызаются в профессию. И таких ребят все больше и больше. Фактически никто, ну, мало гуляет, так будем говорить, без дела. Некогда. У нас постоянно происходят пертурбации. Сейчас вот мы готовимся к рекчемпионату. Ребята активно вступили в волонтерское движение. Нам нужна помощь, ведь будет очень много школьников. Ребята, которые не участвуют, например, в чемпионате, они вступают в волонтерство и помогают нам организовывать. Мы постоянно пертурбацию проводим оборудование. То есть у нас, получается, внутри постоянно что-то кипит, что-то двигается. Ну, вот Алексей не даст соврать. Сегодня мы опять же переносили оборудование, чтобы освободить для облицовки плиткой конкурсы, да, мастерские, и чтобы там было пространство, чтобы соответствовало требованиям чемпионата. Это для них интересно. Они видят школьников, они с ними смеются, встречаются в буфете. А вообще, это дополнительное профессиональное образование, дополнительные услуги образовательные у нас называются. И мы вот в рамках этого ребят активно... На самом деле, глядя на Алексея, на Алену, я с трудом представляю их где-то там... Ну, не знаю, каком-то увеселительном заведении, может быть, да? Ну, по-хорошему. Нет, здесь я хочу сказать, молодежь есть молодежь. Молодежь есть молодежь, конечно. Но я хочу сказать следующее, что сейчас система СПО, воспитательная работа стала наравне с учебной, образовательной. Поэтому вся вот эта система очень системно работает по данному вопросу. То есть сейчас тенденция такая, что культурный, высокодуховно богатый человек может хорошим специалистом. Как вы это сказали? Богатый. Богатый. Да. Да. Сколько вообще... Давайте завершающие цифры. Сколько учреждений средней профессиональной подготовки? Около 50. В республике? Всех, да. Всех. В том числе 45 государственных. 45 государственных. То есть есть еще частные, да? Да, есть еще, конечно, частные. И в них, в государственных обучается 6,5 тысяч... Ну, порядка, да. Порядка 7 тысяч представителей молодежи, среднего и пожилого даже возраста. Ну, в том числе. Дело в том, что ситуация, которую Дмитрий Афанасьевич рассказал, она абсолютно жизненная. В филиалах, в сельской местности и так далее, люди, которые работали многие годы, к примеру, санитарками, да? И которые уже успели обзавестись кучей детей и так далее, они просто... До семерых детей. Семерых детей. Да. Да, они хотят жизнь сделать лучше, свою жизнь лучше, да? Они хотят расти, хотят учиться чему-то новому. И идут в такие... Раз судьба привела буквально к ним на порог образовательное учреждение, которое позволяет среднюю профессиональную подготовку получить, да, то почему бы не эти сам бог ввели? И в завершение я бы все-таки хотел сказать. Тот критерий, на который я вначале ориентировался, вот то, что родители должны выступать субъектами народного контроля качества. На самом деле, субъектами народного контроля выступает в данном случае в системе профессиональной подготовки работодатель. Та система, которая наименее, наиболее, вернее, безжалостно, объективно и максимально, скажем так, придирчиво рассматривает будущих претендентов, которые у него будут потом из его кармана вытаскивать определенную сумму денег ежемесячно и класть себе в карман. Это не надо забывать. Те предприятия, в которых заняты нынешние студенты, или будут заняты нынешние студенты системы СПО, они умеют считать деньги, умеют и могут расставлять кадры, умеют и могут расставлять свои возможности. Поэтому я думаю, что взаимодействие с ним на самом начальном уровне, в начале той цепочки профессиональной подготовки с работодателями, это очень хороший факт, который абсолютно уверенно позволяет говорить, что качество подготовки в системе среднепрофессионального образования у нас будет на высоте. Я очень, на самом деле, порадовали, можно сказать, то есть человек, который изначально был настроен на скепсис, несмотря на все тесное общение, скажем так, с теми лидерами движения, с теми людьми, с которыми связано зарождение движения и WorldSkills до эфира, вселил некий скепсис, да, возможно. Но спасибо, что вы разубедили меня, разуверили, вдохнули, может быть, новые какие-то силы. Очень скоро я приду и к вам, и к вам, да, своими глазами посмотрю уже как руководитель проекта, который задействован в сфере именно жилищного строительства, ремонта, отделки и так далее. Спасибо. Это была программа «Народный контроль». И в сегодняшнем выпуске мы рассматривали критерии оценки качества подготовки среднепрофессионального образования. Спасибо всем. Увидимся ровно через неделю в программе «Народный контроль». Увидимся.